Новую адресную табличку установили во Владивостоке на улице Черемуховая 7. От обычной ее отличает QR-код, который в одно касание может открыть жителям и гостям города доступ к его истории. Это проект некоммерческой организации ДАРИП «Голос улиц». Первые 10 табличек установили на зданиях офисов Сбера. Банк оказал финансовую помощь. Я сам как историк по образованию, когда вот этим проектом занялся в архивы по лесу, особенно касаемо Владивостока, я думал, что я знаю, понял, что я, ну не то чтобы ничего не знаю, но мало, мы знаем порой про историю своих родных городов. Ну и поэтому решили мы этот проект вынести на улицы. Чтобы получить доступ к контенту о выдающихся людях и узнать интересные исторические факты о локациях, достаточно навести камеру смартфона на QR-код и перейти по ссылке. Пользователям станут доступны материалы историков, подкасты, записанные профессиональными чтецами и неожиданные снимки улиц, по которым мы ходим каждый день. Ценность как раз в том, что это уникальный сплав современных технологий, инновационных использований смартфонов, QR-кодов и при этом нашей истории, истории нашего города, наших улиц, наших кварталов. И спасибо тем историкам, тем краеведам, которые могут подать это вкусно для горожан, вкусно для туристов. Таблички частично выполнены из переработанного пластика, так, чтобы реализовать просветительский проект без вреда для экологии. С такой инициативой выступил Сбер. Эти таблички, они частично изготовлены из переработанного пластика. Пластик этот был собран жителями нашего города, теми, которые разумно относятся к отходам и сортируют мусор. Вот из этого, из сортированного пластика мы изготовили эти таблички. Для нас это сейчас очень важно, поскольку мы участвуем во многих зеленых проектах, сами рационально относимся к использованию ресурсов и также очень бережно относимся к тем отходам, которые мы сейчас производим. Уменьшаем им количество и тоже их сортируем до той степени, в которой это возможно. До конца октября на зданиях Владивостока появятся еще 10 табличек проекта. В планах перевод материалов на английский язык.